звук я пожалуй отключу потому что кроме музыки мы с вами ничего не услышим ребята играют в наушниках а музыка нас с вами не очень интересует да и при всем при этом музыка потом будет забанена и на твиче и на ютюбе поэтому звуковой дорожки не будет это большой минус совсем немного мы с вами пропустили 25 игровых минут как мы видим за это время ничего особенного не произошло счет ничейный есть правда небольшие как мы видим разночтение в описании того кто за кого играет явно слева на веб-камере это не антоха это роберт фахрадинов справа как раз антоха если я не ошибаюсь слева под непосредственно счетом абсолютно грамотные расположены имена киберспортсменов поэтому если не хотите путаться то давайте будем смотреть именно туда видимо много внимания организатор организаторы уделили тому чтобы восстановить стрим за что им огромное спасибо и поэтому чуть-чуть не доработали по поводу оформления но это уже не так принципиально плюс по реакции игроков благо есть веб-камера можно будет легко понять и сделать уже окончательный вывод на тему того кто за кого играет карим бензема на левом фланге скорее всего это роберт потому что именно он использует карима на этой позиции хамес смещается в центр штрафной хамес и попытка была прострельную передачу отдать но потерял равновесие полузащитник мадридского клуба и из-за этого пас получился слегка неточным снова хамес но быстро быстро мяч потерян гаррид был очередной неточный пас снова большое количество ошибок большое количество потерь в центре поля именно из-за хорошей агрессивной игры оппонентов бензема заброс на право на был и тот наверняка первым на мяч окажется отпихивает марселло выигрывает для себя чуть больше оперативного простора и в конечном итоге штрафной удар с нарушением мяч был отобран подходит к концу первый тайм по-прежнему 0-0 за те 20 минут что мы с вами наблюдаем игровых моментов так и не было ни у тех ни у других ворот действительно два очень сильных примерно равных по силам соперника сейчас играют вот здесь к сожалению ошибается немножечко нападающий мадридского реала хамес родригес гаррид бэйл хорошая передача на криштиану роналду и что мы с вами дальше увидим очередную попытку прострела и снова ничего из этого не выходит заканчивается первый тайм пока что счет по-прежнему 0-0 я все-таки дорогие друзья склоняюсь к тому что у фенок играя сейчас дома потому что он сидит слева крайне сомневаюсь что заняли бы молодые люди другие места так что все-таки никнеймы под веб-камерами расположены немного неверно как получается значит в белой форме играет у фенок в темно-синей форме играет антоха тони кросс заброс летит на карима бензема тот до мяча не дотягивается карвахаль очень грамотно ставит корпус и вы посмотрите как здорово контролирует мяч защитник не боится потерять футбольный снаряд криштиан роналдо гаррет бейл с мячом дальний удар значит скорее всего положение вне игры хамес на бензема снова в очередной раз карвахаль спасает действительно здорово здорово действует защитник многие используют данила на позиции правого защитника ведь по характеристикам он получше карвахали именно по атакующим характеристикам но все же играя за мадридский реал есть любители использовать данила на какой-нибудь другой позиции к примеру на позиции полузащитника на позиции опорного полузащитника там он тоже смотрится очень даже неплохо 56 минута по-прежнему очень напряженная игра практически без ошибок отыгрывают оба в обороне из-за этого ни одного опасного момента мы с вами не видели в этой игре пока что ухты какая ошибка рвется вперед криштиану роналду и не попадает поворотом антоха роберт понимает что ему нужна дополнительная энергия решил подкрепиться ну и конечно все это дело нужно запить водичкой очень хорошая была сейчас ситуация для того чтобы наказать роберта за ошибку антоха был так близок к тому чтобы переиграть голки при отправить мяч сетку но совсем чуть-чуть мяч полетел не туда как куда это было необходимо бензима заставляя соперника мяч отобрать только лишь с нарушением до врат наверно метров 40 чуть меньше и это дальний удар от тони кросса и какой удар вы посмотрите какие проблемы сейчас возникли у голки пера с тем чтобы этот удар парировать мяч мог после удара такой силы легко отлететь в сетку и снова в игру вступает голки пер давит антон своего оппонента криштиану роналду дар на носе это еще один сейф от вратаря опять к сожалению небольшие технические проблемы но надеюсь больше пауз у нас не будет таких как вы мы с наблюдали 5 минут назад криштиану нет не дотянулся до мяча криштиану играет роберт через галки пера довольно часто он использует вратаря для того чтобы начать свою атаку для того чтобы поменять направление атаки слева направо и наоборот сейчас очень хорошо это заметно как раз подключать марселу но ошибается в обороне здесь лука модрич и отскок какой неприятный залетит мяч сетку да залетает мяч выходит вперед антоха действительно серия непростительных ошибок в обороне что-то видимо у роберта в этом матче не пошло продолжает роберт употреблять энергетические напитки и сейчас наверняка мы с вами видим некоторые замены 4 3 1 2 в исполнении роберта и та же самая схема у антохи не хочет антоха ничего менять его вполне все устраивает быстрые изменения в отношении инструкций модрич кувачич и кросс именно такая троица центральных полузащитников хамис родригес под нападающими и бейлс криштиан роналду на позиции страйкеров рамос хорошая передача немножечко я опередил события заброс хороший вот это уж точно хороший заброс если бы не марселу криштиан убегал бы один на один можно смело поаплодировать действием бразильского защитника и снова марселу хамис перевод мяча направо на было серия замахов но не так то просто антоху переиграть был криштиану дальше налево на карима бензема и чуть-чуть бензема не дотягивается до мяча не хватает скорости 76 минут и как-никак игроки уже немножко подустали был тащит мяч за собой потихонечку приближаясь к воротам оппонента но хватит ли времени в этой игре для того чтобы отыграться кувачич красиво хамис хамис родригес отличный сейчас был момент для того чтобы сравнять счет но браво голкипер навес за шкирку вратарюх снова хамис здесь уже удар с разворота совсем не получился однако еще один угловой удар снова навес на дальнюю штангу и сравнивает счет роберт тут же берет паузу тут же меняет схему на более привычный ему 4 2 3 1 и совершенно ничего в этом матче не понятно небольшая разминка на этот раз уже от антохи нужно разыграть кровь нужно собраться и постараться в этом матче забить еще один гол напоминаю друзья это уже полуфинал сетки победители сетки венеров верхней сетки кому как больше нравится победитель отправится в финал венеров где будет играть с антоном кленовым проигравшись же попадет в сетку нижнюю где у него останется возможность выйти в гранд-финал но нужно будет сыграть на одну игру больше это первый матч серии best of 3 1 1 пока что кувачич заброс на было был несомненно на меча будет первым и посмотрите как бы смещается в центр и забивает тут же гол антоха тут же сохраняя правда хладнокровие вот так вот бывает 80 минут ушло у роберта на то чтобы забить гол своему оппоненту в этой встрече и как только получилось это сделать тут же ошеломляющая просто атака и снова 2 1 кувачич заброс если я не ошибаюсь в офсайт голкипер конечно выходит и между прочим ошибается голкипер модрич попытка 40 метров отправить мяч в ворота но это было слишком далеко модрич дальше на хорвата хорватская пара полузащитников хесе 89 минута на вес чуть-чуть совсем не хватает сейчас гаррот убылил чтобы дотянуться до мяча буквально шага одного какая была бы концовка если бы сейчас мяч залетел в ворота но еще все может произойти хесе ах в предыдущем моменте было в сайт перевод направо на данила одна из последних атак заканчивается это атака для роберта и сейчас уже каждая секунда конечно играет в пользу антохи вот-вот должен прозвучать финальный свисток или все таки даст арбитр возможность организовать еще одну атаку гаррот бейл по правому флангу никакого офсайда нет вот это момент нет все же положение вне игры к огромному сожалению очень долго не свистил арбитр и этим самым ввел соперника в заблуждение ну что ж заканчивается первая игра поздравляем антоху с победой берет небольшую паузу роберт явно не показал он свою сильнейшую игру в этом матче и теперь для того чтобы остатки остаться в верхней сетке ему обязательно нужно побеждать в следующем матче роберт имеет огромный опыт участия в турнирах и имеет огромный опыт падения в нижнюю сетку и затем все равно это падение приводило к общей победе но в этой игре как мы видим куда больше моментов создал антоха даже несмотря на то что практически 60 процентов времени владел мечом роберт но все же количество количество взяло свое точность передач к сожалению мы не видим но мне кажется примерно одинаковый показатель должен быть у обоих киберспортсменов а мы ждем начало следующего матча пока что впереди антоха 1-0 а а а а Продолжение следует... 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 Забивают тебе. Видимо, какая-то довольно энергичная музыка играет у Антона в наушниках. Он даже не стесняется подпевать. Хорошее настроение. Выиграл он первую игру. Конечно, не хочется в долгий ящик победу откладывать. Хочется сразу во втором матче решить, кто же все-таки из этих товарищей отправится в финал винаров. Если это противостояние закончится в этом матче, то, я думаю, всем понятно, что в финал винаров отправится именно Антоха. Ошибается Роберт. Правда, Антон тоже совершает некоторые недоработки, некоторые неточности. Варан. Бензема. Хамес Родригес. Очень неплохо развивается атака. Снова Карим Бензема. Эх, чуть-чуть не дотянулся к Криштиану. Неплохая была задумка. Но не хватило длины поля. Модрич. Не включился сейчас в игру футболист в белой форме. Передача была очень хороша, но... Просто не прилип к футбольному снаряду. Тони Кросс. Дальний удар. Угловой. Модрич. Снова смещен Лука Модрич. Хорват, неуступчивый. Тони Кросс. Передача обратно немножко не проходит. Да и не такая она была простая. Нужно было разрезать этой передачей сразу двоих игроков линии обороны. Родригес. Здесь Гаррет был. Перевод неплохой на Карима Бензема. Но снова ничего не получается. Правда, Карим продолжает бороться. Продолжает пытаться за счет Дриббинга переиграть своих оппонентов. В данной атаке своего оппонента Роберт. 27 метров дворот. Видим ли мы дальний удар или будет снова розыгрыш. Меняет исполнителя. Тони Кросс у мяча. Передача на Криштиан Роналдо. Обратно на Кросса. Не переигрывает он защитника. Данила. Криштиан Роналдо. Неплохо держит мяч Криштиану. Бейл! Попытка в касание отправить мяч. В адрес Хамеса Родригеса. Но слишком все было тонко и сложно. Не хватило немножечко времени для того, чтобы мяч обработать. Бейл. Снова Гаррет Бейл! Что же творит этот парень? Но против двоих уже тяжелее. Хотя Марселло сделал все сам. Но в любой момент мог подоспеть защитник и помочь своему напарнику по команде. Тони Кросс начинается второй тайм. 1-1 пока в этом противостоянии. Очень напряженная игра. Напоминаю, матч под номером 2 в этой серии Best of 3. В первой игре победу одержал Антоха со счетом 2-1. В этом матче совсем немного опасных моментов. Мы с вами наблюдали у ворот. Но все же два забитых мяча уже оказались в сетке одной и другой. Команда! Вот это может быть опасно! Будет ли передача? Да, пустые ворота! И залетает мяч в ворота! Антоха забивает второй гол. Сейчас уже не стесняется показывать свои эмоции. Радуется, конечно, несомненно. Очень сейчас здорово было сыграно. Модрич, обладая великолепной техникой, шикарным дриблингом, переиграл защитника. Ворвался в штрафную и затем уже дело техники отправить мяч в сетку ворот. Сразу двоих защитников Роберт поставил на линию, но это не помогло. В дальний угол низа мяч прилетел 2-1. Снова впереди Антоха. И снова Роберт оказывается в роли догоняющего. Гаррет Бэйл. Гаррет Бэйл! Еще один момент! Но здесь я даже затрудняюсь сказать, что пытался сделать Антоха. Это либо был удар в ближний угол, либо прострел, который просто сорвался с ноги из-за того, что игрок не успел хорошо мяч обработать. И здесь, посмотрите, странная ситуация. Практически один оказывается. Гаррет Бэйл. Оффсайда нет. Врывается он в сета штрафной. Не получается ничего сделать. Далее мяч улетает за пределы поля. Продолжает у Фенок атаковать. Снова ему нужно отыгрываться. Криштиано Роналду! И еще один перехват. Модрич. Бензема. Модрич. Снова Карим Бензема. Опять вдвоем пытаются пройти все обороны соперника. Дальний удар! Какой красивый гол! Залетает в сетку! Ну ничего себе! Подобных ударов сегодня было раз-два и общелся. 2-2. Тони Кросс. И снова счет ничейный. Вот это матч! Вот это напряжение! Вот это накал с Россией. Бензема. На Тони Кросса. Переигрывает от одного. Второго. Пытается мяч перевести в центр. Но чересчур слабая была передача. Тянулся игрок. Ошибается, правда. Да и третий гол залетает в сетку Антохи. Как же быстро меняются события в этом матче. Буквально одна ошибка. Вы посмотрите, как может все изменить. Да и ощущение было, что там был офсайд. Офсайда никакого не было. Криштиану выводит команду вперед. Буквально минуту назад Антоха выигрывал. И ничто не предвещало беды. Но здесь уже 3-2 впереди Роберт. Бензема. Будет ли угловой удар? Нет. С мячом остается Антоха. Продолжает тянуть свою атаку вперед Марселу. Какой момент хороший. Модрич рядом со штангой. Шикарный момент, конечно, был у Хорвата только что. Остановился на секунду Антоха за счет техничного дриблинга. Выждал небольшую паузу. На левую ногу мяч переложил и пробил. Но, увы, ах, промах. 4-3-3 в исполнении Роберта. Тоже 4-3-3 в исполнении Антохи. Но схемы, конечно, немножко разные. Криштиану Роналду Антохи играет на позиции центра форварда. У Роберта на позиции ярко выраженного нападающего. Да, дорогие друзья, еще раз уточню, чтобы вас надписи под веб-камерами не вводили в заблуждение. У Фенок, конечно, у нас слева на экране находится. Справа находится Антоха. Сверху под счетом абсолютно верно расположены никнеймы футболистов, никнеймы киберспортсменов. Просто были небольшие проблемы со стримом во время запуска этой трансляции. Простите, во время запуска этого матча, конечно. И, видимо, организаторы не успели поменять наименование футболистов. Бензема. Уходит мяч за пределы поля. Очень быстро вводит Роберт мяч в игру. Такое ощущение, что это ему надо отыгрываться, а не наоборот. Агрессивно действует в подкате. Но это игрок центральной линии поля. Это не защитник. Защитникам, конечно, не стоит так действовать. Потому что если, не дай бог, вы не попадете в мяч, или как минимум не остановите атаку соперника за счет какого-то мелкого фола, там будет уже серьезная дырка в обороне. Начнут менять свои позиции защитники. Можно будет легко гол пропустить. Тони Кросс. Отличный дриблинг от Кросса, но неверное направление смещения сейчас выбирает Антоха. Зажал сам себя между двумя игроками Роберта Фахреддинова. Попытка организовать контратаку через заброс. Но не получается ничего Марселло. Есть еще возможность у Антона в этом матче как минимум сравнять счет, чтобы не играть третью решающую игру. Гаррет Бэйл. Бэйл хорошо отпихивает Марселло, но передерживает мяч слегка. Данила. Нет, все же из-за этой атаки тоже ничего не получилось. Семь минут основного времени матча, плюс минуты по ощущениям три компенсированного. Есть еще, конечно, возможность забить. Вот она, кстати, возможность. Карим Бензема, контратака. Какой перехват неожиданный. Криштиану Роналду переигрывает одного-второго. Есть возможность пробить поворотом. Криштиану обыгрывать третьего. Криштиану галкипер сделал свою работу на пятерку. Угловой удар. Еще один момент и еще один сейф от вратаря. Вот это концовка. Серхио Рамас. Смещение в центр. Здесь слегка поторопился Антоха, как мне показалось, но бить поворотом за Серхио Рамас совершенно не хотелось. Гаррет Бейл забивает таки гол в ворота. 3-3. Вот это игра, черт возьми. Вы уж просите мне мои выражения, но действительно очень много эмоций оставляем, просматривая этот матч. Снова счет равный. Модридж. Рамас. Пепе. Карвахаль. Одна минута компенсированного времени. Буквально в обрез его на одну атаку. Удастся ли нанести удар поворотом? Бейл. Гаррет Бейл. Бежит Бейл. Смещается в центр штрафной, но тут его встречает Рафаэль Варан и дополнительное время нас с вами ожидает. Другую игру показывает, конечно, Роберт в этом матче. Отличается она от той, которую мы с вами наблюдали в предыдущем матче. Опять же, в предыдущем противостоянии. Чуть более уверенно действует, но все же Антон не собирается отдавать победу просто так. Сравнивает счет в самой концовке и переводит этот матч в экстра-тайм. Начинается первый тайм дополнительного времени с мячом Антоха. Кувачич. Криштиану. Читаемо. Читаемо действует Антон. Читаемо для Роберта, конечно же. Хамис Родригес. Еще одна передача на Бенземай. Какая распасовка получилась! И забивает гол Роберт. 4-3. Снова выходит вперед. Уфенок. К сожалению, небольшой пролаг. Я очень надеюсь, что он быстро закончится. Да. Продолжаем наблюдать за этим наинтереснейшим матчем. Марселло по левому флангу. Держит мяч по максимуму долго. Отдает точную передачу. Криштиану! Смотрите-ка, мне показалось, что было нарушение. Но арбитр свистеть не стал в этой ситуации. Гаррет Бэйл. Неудачный пас. Данила. Марселло, вы посмотрите. Два бразильца сошлись на фланге. Выиграл в данном противостоянии. Игрок. Мадридского Реала в белой форме. Квачич. Слабо. Чуть-чуть не хватает здесь силы. Чуть-чуть не хватает концентрации. Но не хватает также еще и фитнеса футболистам. Все же дополнительное время. 103-я минута. Все уже очень устали. Криштиан Роналду. Квачич. Красиво переигрывает. Вы посмотрите. Один в один своего визави. И чуть-чуть все-таки по силе не очень выверенный заброс. Можно было отдать передачу послабее. И тогда она точно нашла бы адресата. 4-3. Впереди Роберт. Если я не ошибаюсь, моментов создал куда меньше. Но реализация в этом матче дает свои плоды. 5 ударов по воротам было всего нанесено. И 4 мяча оказались в сетке. Антоха же бил по воротам соперника 13 раз. 10 ударов прилетело в створ ворот. Но трижды всего лишь удалось ворота Роберта поразить. Напоминаю, дорогие друзья, это полуфинал Венеров. Второй полуфинал. В первом сошлись Антон Кленов и Андрей Гурьев. Кленов оказался сильнее в двух матчах. В 3-0 и 4-1 соответственно. Победитель этого матча попадает на Кленова. Победитель этой серии игр попадает на Кленова. Не будем забегать вперед. Все же счет пока что 1-0 в пользу Антохи. По играм, конечно же. Если Роберт додержит победу, удержит победу, то будет третья решающая игра. Ставит 5 защитников Роберт. Выбирает схему 4-1, 2-1, 1-4-1, 5-4-1. Номинально здесь есть один напорник, один центральный атакующий. Вообще редко можно увидеть такую схему в исполнении Роберта. Обычно он берет другую расстановку с 5-ю защитниками. 15 минут до конца матча. Ну и здесь, конечно, уже Роберт будет играть больше на удержание, чем на создание каких-то опасных ситуаций. Будет катать мяч по флангу, лишь бы чтобы его не потерять. Очень неплохой прессинг, однако, в исполнении Антохи. И как не вовремя опять кто-то подключается, к сожалению, к игровой консоли. На сцене, которая у нас располагается. Нарушение правил. Доворот метров 55, но отсюда вполне можно организовать опасную навесную передачу. Кувачич направо на Модрича. Карвахаль продолжает немножко аккуратно совсем потягивать время Роберт. Ни в коем случае делает это не нагло. Просто никуда не торопясь перепасовывается. Но в конечном итоге все равно Антоха завладел мячом. И есть у него хорошая возможность. Была хорошая возможность что-то придумать. Кувачич. Красивый пас отдал Кувачич. Но, к сожалению, тут же после него свалился. Бейл. 115-я минута. Продолжает владеть мячом Бейл на фланге. Выигрывая для своей команды еще минуту. И практически еще одну минуту. Ах, Роберт здорово прочитал смещение, но слишком далеко передвинул своего крайнего защитника. Карвахаль. Отыгрывается назад на Пепе. Снова Карвахаль. Ну и ничего на данном этапе Антоха не может поделать с этим контролем мяча. Время заканчивается. Минута компенсированного. И вот-вот должен прозвучать фисток. Который сообщит нам об окончании этого матча. Да. Побеждает в этом упорнейшем противостоянии Роберт. Счет в матче 4-3 в его пользу. И счет в серии 1-1. Снимает куртку Антоха. Сейчас наверняка будет снова небольшая пауза. Уже Антон ее берет. Нужно ему немножко прогуляться. Немножко прийти в себя. И увидим с вами третью решающую игру этого противостояния. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Вот это настрой! На третью решающую игру этого противостояния Роберт продолжает кричать. К огромному сожалению, мы не слышим эти вскрики, но я уверен, что это очень громко. Неожиданное, наверняка для многих неожиданное начало. Нелогичное немного начало, исходя из прошлых игр. Из того, как складывались предыдущие матчи. Рамос. Бежит Рамос пельчом, тянет за собой всю атаку и отдает, к сожалению, немного неточную передачу. Не своим делом сейчас, конечно, Серхио Рамос занялся. Это понятно, что чем больше игроков вы подключаете в атаку, тем легче эту атаку развить, потому что тем большими силами вынужден соперник обороняться, тем большее количество игроков он должен вывести. Вперед, для того, чтобы мяч перехватить. Соответственно, если он выводит полузащитника на вашего защитника, это уже дополнительный простор для линии атаки, ну или для линии полузащиты. Там уже многое зависит от того, как эта атака будет складываться. Тони Кросс. Не точно. Криштиан Роналду. Пытался за счет бесконтактного дриблинга переиграть своего визави, и в конечном итоге у него получилось это сделать. Останавливает атаку, ждет подключения напарников по команде, и по-прежнему контролирует мяч Криштиану, и неплохой момент сейчас мог возникнуть, если бы не защитник, который в очередной раз спас. Как же все-таки сильно влияет начало матча на ход игры. Посмотрите. В предыдущих играх совсем я не могу сказать, что у Роберта было какое-то преимущество. Скорее наоборот даже. Чуть больше моментов создавал Антоха. Здесь же один гол, второй гол, и уже крайне другая ситуация возникает. Очень уверенно играют футболисты у Фионка. Сейчас он атакует. Есть возможность забить третий гол, и... залетает третий мяч в ворота. Понимает, конечно, Антоха, что надо что-то менять. Понимает, что не идет в этом матче совершенная игра. Роберт же уже к тридцать второй минуте гарантировал себе великолепный задел. Три мяча. Крайне будет тяжело отыграть. Ну что ж, и теперь ситуация практически с точностью наоборот. Выставляет атакующую схему 4-3-3 Антон. В свою очередь выбирает не самую оборонительную, но все же схему с одним опорником. 4-3-3 Роберт. Действительно, такая своеобразная битва стратегов. Тони Кросс. Криштиану. Очень глубоко сейчас опустился у Фена к оборону. Но, однако, смотрите, Антоха не собирается отдавать победу. Заставляет своего оппонента нарушать правила. Что мы с вами увидим? Розыгрыш. Желтая карточка с защитником. Это чрезмерно активное поведение. 21 метр. Убойная позиция. Антон выжидает до последнего. Все-таки ставит игрока на штангу. Будет ли удар? Нет, все же это будет розыгрыш. Красиво! Здорово! Никуда Антон не торопился. Вы посмотрите, прям до самого последнего выждал. Отыграл один гол. И что-то не нравится все-таки Роберту. Буквально 3-5 игровых минут он сыграл той игровой схемой, которую он выбрал. И мгновенно меняет ее на узкую 4-3-1-2. Еще очень много времени впереди. Разница, конечно, в счете довольно-таки приличная. Два мяча как-никак. Но все равно практически час игрового времени нас с вами еще ожидает. С учетом компенсированного, я думаю, и того больше. Карвахаль. Может быть, мы с вами увидим еще один гол под занавес первого тайма. Для того, чтобы интрига уже окончательно вернулась. Хамес Родриес на Модрича. Тянет атаку вперед Лука Модрич. Бензема. Пятка красиво. Отыгрывается назад на Хамеса. На Модрича. Дальний удар от Модрича. Но здесь без проблем Галкипер мяч забирает. Не очень сильным ударом получился. Да и дистанция до ворот была вполне приличная. Бейл. Ох, как уверенно Антоха заиграл. Вы посмотрите, лишь немножко не хватает сейчас, чтобы довести атаку до логического завершения. Довести до окончательного... До окончательной какой-то ситуации, с которой получится нанести удар поворотом. Криштиану. Зарабатывает аут. Или все же угловой? Нет. Все же это вбрасывание мяча из аута. На этот раз угловой удар Модрич. Попытка наброса. Очень красиво и опасно. Но не дают пробить сразу. Рафаэль Варан на месте. Скорее всего, последняя атака в первом тайме. Эх, далековато мяч отпустил футболист. Если я не ошибаюсь, это был Тони Кросс. Не хватило ему физической кондиции, не хватило скорости для того, чтобы догнать футбольный снаряд. Криштиану. Криштиану. Зарабатывает штрафной Антоха. Именно после штрафного сегодня мяч залетел. Уже один раз ворота Роберта. На этот раз до ворот подальше. 26 метров. В предыдущем моменте, по-моему, был 21 метр. И опять никуда не торопится Антоха. Опять переключает исполнителей. Но на этот раз дальний удар от Антохи. И рядом со штангой пролетел мяч. Действительно, неплохо пробил. Немножко не хватило подкрутки. Роберт же опять демонстрирует просто стопроцентную реализацию. Вы посмотрите. Три удара, три удара в створ. И все моменты закончились взятием ворот. Вот это уровень. Действительно, Роберт в этом матче заиграл. Включился. Понял, что сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать. Дабы чуть-чуть полегче сделать свой путь к гранд-финалу. Напомню, друзья, полуфинал венеров. Мы с вами сейчас наблюдаем. Победитель этой игры будет играть с Антоном Кленовым за выход в гранд-финал. Проигравшись уже упадет в нижнюю сетку. Бензима. Ничего не получилось сделать. Тони Кросс. Заброс на Гаррета Бейла. И доходит мяч до игрока из Уэльса. Тут уже Антоха контратакует. Смещается в центр Бейла. Отличная возможность забить. И 3-2 в самом начале второго тайма. И все еще только впереди. Уже пять забитых мячей. Мы с вами наблюдаем в этой встрече. И я уверен, как минимум парочка еще залетит. Не собирается Антоха проигрывать. Напоминаю, 3-0 был счет в этом матче. На 32-й минуте. Затем началась вот эта стратегическая война. Изменение схем, изменение тактик, инструкции. И в конечном итоге вы посмотрите, к чему все это привело. Разница в счете уже минимальна. Уфенок, правда, имеет отличную возможность забить Хамес Родригес. Забивает четвертый гол. К огромному сожалению, опять небольшой пролаг. Небольшое подвисание картинки. Но из той ситуации, я думаю, все вы прекрасно понимаете, не забить было намного сложнее, чем отправить мяч в ворота. Какой открытый футбол пошел! Снова два мяча разницы. Первые два матча закончились со счетами 2-1 и 3-4. Если брать эти счета с точки зрения Антохи. Ну как с точки зрения Антохи. Антоха выиграл 2-1, затем проиграл в дополнительное время 3-4. Тоже побеждал он в том матче 2-1. Пропустил два очень быстрых мяча буквально за одну минуту реального времени. Сравнял счет на 90-й минуте примерно. Но все же Роберт додавил. Рамос, Карвахаль. Понимает Роберт, что в любом случае надо сейчас что-то поменять. Но, к сожалению, очень быстро мяч теряет. Сейчас на подъеме находится команда его оппонента. И каждая атака вдвойне страшнее, вдвойне опаснее. Бейл посовывается на Карвахаля. Неплохо сейчас вышел из-под прессинга у Фионок. Очень неплохо выходит он. Продолжает движение вперед. Криштиану Роналду. Три игрока. В белой форме и надо забивать. Четвертый, простите, пятый гол. Влетает в ворота. И уже снова разница в счете. Три мяча. И очередная пауза. Очередные изменения. Теперь Гаррет Бейл отправляется в атаку. Нет, все же, скорее всего, увидим замену. Антоха, тем не менее, не отчаивается. Единый же в этом матче он уже смог сократить расставание до минимального расставания. Расстояние, скорее, конечно же. Разницу в счете до минимальной. Проигрывал он 0-3. Сделал 2-3. Но довольно быстро пропустил четвертый гол. А тут еще и пятый подоспел. Марселло. Не уходит мяч до предела поля. Марселло рвется по левому флангу. Пас неплохой проходит на Модрич. И есть возможность забить. Не дотягивается Карим Бензема. Чуть далеко мяч прокинул. Предыдущая передача была не такая уж и простая для того, чтобы ее принять и обработать. Бейл. Кувачич. Снова на Бейла. Заброс! Отлично проходит. И надо забивать еще один гол. Но не стал Роберт бить в касание. Решил аккуратно принять, обработать, чтобы наверняка потом забить. Но не хватило дистанции. Вышел голкипер из ворота. И мяч забрал. Кувачич. Бейл. Держит мяч на правом фланге. Сейчас, конечно, Роберт уже никуда не торопится. Вполне возможно, совсем скоро мы увидим пять защитников в его исполнении. Хотя у него и этой схемой очень здорово получается мяч контролировать. И практически он не дает Антохе никаких возможностей организовать опасный контр-выпад. Хесе. Ах, какая ошибка! Пас с разворота не получился. Криштиану Роналду заставляет сейчас Роберта фалить. И это будет точно желтая карточка. Срыв опаснейшей атаки. Вполне возможно, следовало бы дать и красную. Еще одна желтая карточка показана кому-то из игроков. Стоячек в стенке. Розыгрыш. От Хаммеса передача летит на Хесе. И в конечном итоге улетает мяч на угловой удар. И в конечном итоге улетает мяч на карвахал. Рамос. Снова на карвахаля. Естественно, Роберту не надо ничего форсировать. Три мяча это очень солидное преимущество. Антоха еще не оставляет надежд как-то побороться, но раскрываться тоже сильно не хочет. И момент хороший возникает сейчас у ворот у Фенка. 80-я минута. Криштиан Роналдо обыграл защитника. Обыграл второго. Но немножко все-таки помешал игрок в подкате. Именно с этим связано неудоумение у Антохи на лице. До мяча защитник не дотянулся. Игрока в линии нападения тоже не задел. Но все-таки вот эти скриптованные моменты, когда игрок сам начинает подпрыгивать, сам пытается как-то избежать столкновения с защитником, они, видите, дают о себе знать. И из-за этого пробить поворотом не получается. Хамес. Криштиану. Здорово. Модрич. Переигрывает. И рядом со штангой пробивает Лука Модрич. Было близко. Но все же это не гол. Бэйл. Бэйл. Товарищ Родриге. Сэртио Рамос. Абл. Катитал. Хамеба Хау. Бэйл. Бэйл. 89-я минута. Продолжает Уфенок контролировать ход матча. И я думаю, всем становится уже 100% понятно, кто составит пару Антону Кленову в финале Венеров. Поздравляем Роберта с победой. Антон показал очень хорошую игру, но все же реализация, реализация и еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова